Значит, мы продолжаем обсуждать возможность применения новых естественно-научных методов к интерпретации всевозможных родоисторических концепций. Сейчас мы поговорим о тех данных, которые нам привез Булат Муратов в прошлый раз, и которые теперь хочется интерпретировать с точки зрения сравнения хронологии Фоменко-Носовского с обычной традиционной хронологией. В самом деле, вспомним один из тезисов Фоменко-Носовского. Он говорит о некой фундаментальной русской империи, которая завоевала весь мир. Кроме того, они рассказывают нам о такой вещи, что вся аристократия, то есть вся верхушка европейских стран, скажем, она имела чисто русский характер. И потом, во время великой смуты, они решили, что им стоит жить по раздельности и на этом основании, не то что интерпретировали, а фальсифицировали историю, пытаясь всяческим образом сокрыть факты существования Великой Русской империи в далеком прошлом. Давайте на эту ситуацию посмотрим с тех новых генетических фактов, которые у нас имеются. С этой точки зрения было бы очень полезно рассмотреть генотип, Y-гренотип ведущих аристократических родов Европы и посмотреть, на самом деле, имеет ли он как отношение к какой-то актуарусской, условно-русской, Y-гаплогропии 1А1. И мы видим, что на самом деле никаких данных пока что обнаружить не удается. Мы видим, что западноевропейцы вели чрезвычайно открытый род собственной сексуальной жизни, и мы видим, что у них среди аристократических родов намешано все, все, что там есть, и там у них и намешано, за исключением трех фундаментальных факторов. Но первое, там, где достаточно высокие были позиции нравственности, можно было сказать, что отец этого ребенка на самом деле его отец. Ну вот род Магомета, допустим, род Куришитов так называемых, они говорят, что они ведут свой род от Авраама. Какая у них гаплогруппа? У них гаплогруппа по-славянски, R1А1. Это удивительно, что посередине у нас Аравийского полуострова находится гаплогруппа, имеющая такие славянские или европейские корни. Почему европейские? Он же говорил, что из Азии все пришли. Да, да, да. Что и казахи... И казахи, да, да, да. Что все, наоборот, оттуда пришли. Условно. Что они являются никакими европейцами. Или индоевропейской. Индоевропейской. Из Азии, разумеется, не оттуда, не из Саудовской Аравии. Еще раз сказать, вопрос. Не надо утверждать, что R1А1 является славянской. Индоевропейской. Хорошо. Индоевропейской. Условно говоря, по-славянской. Теперь посмотрим на... Посмотрим, значит, опять на род турецких султанов. Они его тоже сохранили в чистоте. И мы видим, что у них гаплогруппа, опять R1А1. Теперь посмотрим на самый север, на Норвегию. Там у них тоже есть соответствующий царский род. Хочу заметить, что R1А1 среди норвежцев встречается достаточно часто. Хотя доминирует у них, конечно, R1B1. То есть, это западноевропейская гаплогруппа. И мы видим, что там тоже R1А1. В связи с этим мы получаем удивительный аргумент, хотя бы немножко, с точки зрения Фоменко-насольского. Мы видим, что ведущие царские роды Европы и Азии, оказывается, имеют под своими... Внутри себя имеют вот эту нашу R1А1. Теперь посмотрим на эту, значит, ситуацию. Было бы крайне интересно было проверить и другую гипотезу в Азии. В Исперии это была, что ли, в Казахстане, что ли, там где-то? Нет. Я скажу про это. Максимальная концентрация R1А1 у казахов. И вообще говоря, как показывает... Почему у казахов-то? Как показывал наш историк... Почему у казахов-то? Как показывал наш историк, было две волны. Одна волна азиатская составила в том, что пришли R1А1, а по вторая волны R1B1 оттуда пришли. А потом снова R1А1? Нет. Просто они прошли дальше, как бы, те, кто R1А1 выжил, те вот остались и жили. Ага. Значит, смотрите, дальше поедем, значит, по этой ситуации. Мы видим на самом деле... Вот такую странную вещь, которая как бы не укладывается в обычное традиционное представление о том, что R1А1 у ведущих родов мира, ну, по Курешита, потому что это род Магомета и турецкий султан, это турецкая империя, это когда-то была властитель полумира, что они имеют в основании себе гоплогруппы R1А1. Так, это вот первый факт. Второй факт, который бы хотелось бы тоже на него попытаться понять. Ну, например, в империи российской император Роману они и ради B1 имеют. А это известно? Да, это проверяется. Он же рассказывал об этом. А я же помню. Ну, ты вот не помнишь главный факт, и не помнишь, это странно. Ну, это неудивительно, не жизнь. Ну, Роман и ради B1. Нет, ну, понятно, это было бы неудивительно, по той простой причине, что они пришли северо-западные волки. То есть их, они... Голштейн готов по своей генетике. Это столица этой немецкой провинции, город Киев. Просто не получается ли так, что мы по тому, какие имеют гоплогруппы, какие-то рода, ничего установить не можем? Потому что он говорил, допустим, про европейские рода, где никакого родства, оказывается, нет, и что во многих династиях разные гоплогруппы. Да, потому что они вольно вели. Но с другой стороны, хочется... Ну, слово вольно, понимаешь, у тебя все свойство, только к сексуальной жизни. Ну, хочется, да, не к сексуальной жизни. Дело же не в этом. Это просто означает, на самом деле, что кого-то смещали, и вместо него люди, как бы, говорили, что он из этого рода. А он бы просто, как бы... Ну, согласись, что факт наличия R1, A1 у корешитов удивителя? Ну, что удивитель? Ну, где-то же должен был быть РОД. Ну, а то он должен был попроявиваться. Ну, и у турков, у турецкого султана. Там же для турков все остальные гоплогруппы типичные имени для турков. R1, A1 и R1, B1 – это две европейских волны. Что-то удивительное, что эти волны были могучие, и вот они везде распространены. Ничего удивительного нет. Никакого утверждения в империи отсюда еще сделать, напрямую нельзя. Нет, отсюда, конечно, нельзя напрямую сделать. Просто мы смотрим косвенные данные. Нет, просто отсюда следует просто, что R1, A1 какой-то вот оказался жизнеспособный. Да, второй факт, который я одна хотелось обратить внимание. Я, признаться, никогда не верил в существование Великой Хазарии. Потому что, грубо говоря, археологические факты, то есть изучение захоронений, что ли еще, не позволяют говорить, что такая Великая Хазария существует. Ну, похоже, что действительно существовала. Потому что, оказывается, например, что у евреев, ашкинази, у них есть сник, то есть мы не только смотрим R1, A1, мы смотрим и дальше их генетическое тужество. И видим, что R1, A1 их носит такой характер, который достаточно далек от современных русских, с одной стороны. С другой стороны, оказывается, что этот генотип близок, например, современным татарам, или башкирам, которые носят R1, A1 внутри самого себя. Ну, разумеется, полякам. Это показывает таким образом, что были несколько волн сосредоточения R, A1, A1, и вот эту условную, условно говоря, полосу сосредоточения было бы разумно назвать, скажем, той же самой Великой Хазарией. Кроме того, мы знаем, что есть и тюрки, исповедующие иудаизм, и этот релик до сих пор сохранился. Речь идет о караимах в Крыму. Так что, похоже, что Великая Хазарией не является всего лишь вырубкой историков, а является действительно настоящим образованием. И если мы хотим говорить о завоевании мира, то есть завоевании как минимум Европы, то хотелось бы заметить, что это, скорее всего, это завоевание носило характер не современной территории России, а именно оттуда. Тем более, что, например, Андрей Тюрин делает уже одну из своих табут лиц, когда он говорит не о генетике Y-хомосомы, а говорит, например, об одних из определяющих фенотипов хомосом, один из пяти маркеров. И там действительно, между речью, между Доном и Волгой, была концентрация определенного типа. Можете на эту картинку тоже будете посмотреть. Вот. Это второй факт, который я заметил. Третий факт, который обязательно надо обратить внимание, насколько сильно политика вмешивается в современное положение дела. Кстати, мне сейчас можно такое замечание по поводу связи последних, того, что ты говорил по поводу Хазари и как бы новой хронологии. Ведь согласно новой хронологии, как бы вторая волна завоевания, это шла, как бы она была, ну, тюркская, скажем так, в современном смысле этого слова. И, собственно, пошла она фактически, ну, если так можно сказать, из Казани, по сути дела. То есть они считаются, что то войско, которое вышло из Руси, основало Казанское ханство и потом двинулось дальше на юг и дальше в южную, и точно Европу. Что, может быть, все-таки и правильно, если с этой точки зрения... Тогда бы оно свои бы СНИПы принесло бы сначала в Казань, а оттуда эти СНИПы распространились по миру. А мы видим противоположную картину. Мы видим, например, у евреев в Ашкеназии, это тоже вендоевропейские СНИПы, и видим у поляков их, но мы видим, что они отличаются от СНИПов русских. То есть получается, что русские, как таковые, есть некая уединенно существующая СНИПы, то есть отличающаяся от СНИПов других индоевропейских народов. Где никакого СНИПа у русских? Смесь, смесь, там есть почему, славян. Славян есть много гопологрупп. Как можно говорить о СНИПах и русских? Почему о СНИПе? Можно же говорить. СНИПы, у кого конкретные гопологруппы есть? Нет. Почему? СНИПы есть у конкретных гопологруппы. СНИПы это более узкая гопологруппа, скажем. СНИПы это более уточнение. Да, да, да. Это уточнение. Уточнее. Вот есть Р1 и А1. Если ты начинаешь ее уточнять, то ты понимаешь, что, например, у современных русских вот этот самый СНИП, уточненный, он другой, чем у... СНИП 280, по-моему. Да. А чем у, например... Это говорит о том, что разошлись. Да, у татар, у поляков, у евреев, в Ашкеназе, левитов. Он другой. Но это, что они разошлись в данный момент. Но это показывает, что не русские, как минимум, вот несовременные русские являлись завоевателем мира. Что завоевателем мира тогда были те, которых отчасти говорят, как о великих болгарах, или как о хазах, или кто-либо еще. Или как говорят о полоцах, которые говорят, что все были блогинами. Чем не поляки. Эти СНИПы, как говоришь, они что у Ашкеназии, поляков и татар... Татары и башкиров, да. Башкир, да, 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 да. Хорошо. Тогда он должен быть еще... Но он не один, а их много просто. Нет, ну доминирующий СНИП, да. Хорошо. Тогда он должен еще иметь распространение в Восточной Европе. Ну, наверное. Наверное. Просто мы поэтому пока ничего не знаем. Быть может. Он же рассказывал, что на самом деле, что завоевателями были скорее ИР-1 и ИР-1. Они ИР-1 и ИР-1. Значит, это и как я понял современную картину... Именно они уничтожали ИР-1 и ИР-1. Смотрите, господа, как она возникает, современная картина, пока она выглядит таким образом. Вот жили у нас обладатели гаплогрома ПА на высоком... Ну, практически на всей Европе. Пришли первоначальная волна завоевателей. Они носили гаплогруппы ИР-1 и ИР-1. Они, получается, разрезали весь этот Ай на два кусочка. Остались только труднодоступные участки. То есть это горы Севера, то есть Скандинавия. Их много среди финнов, среди современных шведов. И второй кусочек, это Балканы, горы тоже. Черногорцы, у сербов, у хорватов их большой процент. После этого, судя по всему, с той же Европейской равнины, двинулись другая волна завоевателей. Населили гаплогруппы ИР-1 и ИР-1. И они местное население фактически полностью уничтожили. Утверждая на сегодняшний момент, что они его просто тупо съели. То есть приходили предки с нынешних западноевропейцев, и современное население просто-напросто съедали. Ну, съели. Но, по всей видимости, после этого пошла еще одна волна завоевания. То есть опять с обладателями ИР-1, А-1. Они обладают более молодыми снипами. И эти молодые снипы, они, значит, далеко на запад не продвинулись. Но, по крайней мере, эти молодые снипы, например, у поляков, они доминируют. И у Рефашкина, и у немцев их много. У пруссов особенно. Вот такая вот эта... Сейчас, извини. Насколько я помню, Булат Муратов, он же говорил о славянском снипе Z-280, я насколько я понимаю. Так он, значит, есть у русских, и он есть у всех представителей восточноевропейских славян. Да, он есть, но там есть один, но он, вот этот самый, он не доминирует. В смысле? Среди русских, среди русских. Тот самый снип, который доминирует среди татар, башкир, поляков. Причем, не татар, башкир, поляков. Поляк, поляков и евреев в Ашкиназе, он не доминирует русский. Я тебе говорю, что... Одновременно у поляков и башкир этого снипа нету, это я так и понял. Славяне Европы и русские, так сказать, у них же, я так понимаю, один снип доминирующий, там, Z-280, по-моему. Нет, как раз и у славян Европы и русских у них два разных снипа, я так понимаю. Он говорил про Z-280 как славянский снип. Славянский, но не русский. В том смысле. А у русских другой? Да, да, он же рассказывал об этом. Я, по-моему, тоже слушал, что у русских другой. И вообще, как раз именно снип, это те недавние образования, по которым, как бы, облогруппы различаются, ну, каких-то ближайших. Да, то есть у европейцев один снип, как ни странно, он, не ты, с обладателями Р-1А1 башкиры и татар, современных, то есть, да, получается. С одной стороны, но с другой стороны, у русских, у них этот снип тоже есть, но он представлен достаточно слабо, а представлен с другой снип. Об этом Влад нам рассказывает. Вот такая вот ситуация. В таком случае, я, как бы, не очень понимаю, как про завоевание можно говорить, в смысле, в момент Клинасовского. Конечно же, народы там перемещались, великое переселение народов даже из истории известных. То есть, смотрите, я, 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 я картину, вот, понимаю, следующим образом, получается. То есть, вот, была первая волна Р-1А1, архаическая волна, потом сверху пошла Р-1Б1, она поверх него прописала, съела местное население и достигла, например, на территории Испании 90-95% населения, да. После этого прошла Р-1А1, новая волна, она далеко на запад не продвинулась. Вот это, там, молодые снипы, вот эти, поляки, как бы, получается, что они, на самом деле, половцы, это непростое сочетание. Молодые снипы у тебя звучит, как в песне «Молодые львы». Да, да, «Молодые львы», вот, продвинулись молодые, молодые львы, и там они оказались. То есть, вот так ситуация выглядит. Ну, в любом случае, про империю, это как это можно, отсюда можно обосновать, империю по Механасовску? По-моему, здесь уже ничего нельзя сказать. Почему ничего нельзя сказать? Можно сказать, что действительно была некая ситуация, где бы действительно был завоевывод. Эй, там второе, третье завоевание, да, когда Р-1А1, типа, решили отомстить, так это что? А они, в итоге, всю Европу завоевали? Нет. Ну, а что тогда? По генетике этого не получается. Правильно, получается, империя, как в момент она, собственно, получается, для Европы была под митой империей? Нет, такое дело, дело так, что даже вот, согласно официальной версии, да, монголы, они дошли, там, до границы, примерно. До Венгрии. Да, до Венгрии, даже до Северной Италии, дальше не пошли. И по официальной версии считается, что, как бы, ну, Европа, так сказать, осталась совершенно свободной. Хотя, некоторые исторические документы говорят о том, что, на самом деле, они признали власть монголов, верховную власть монголов над собой, западноевропейские. Вы решили говорить о том, что, на самом деле, это была... Но генетических святов не осталось, вроде, да, получается? Это была империя, это, в этих, как там, турецкая империя, как она там называлась. Они же, есть же, просто документы, и с разных сторон, со стороны, которые утверждают, на самом деле, что, вот, при этом, по-миссульмане великолепном, они чуть ли почти не до этого. Да. Тогда, понимаете, что касается истории, что касается истории. Дело в том, что все исторические документы говорят о том, что была монгольская империя. Может быть, монгольская империя это вот и есть? Подожди, я ее не отождествляю. С турецкой, она даже по времени нескольких разнесена. С османской, не отождествляю. Так вот вопрос в том, что монгольская и османская империя, это одно и то же? Или, может быть, это все-таки разные вещи? А если разные, то кто такие средневековые монголы? Просто можно же говорить о том, что если взять большую увеличительную лук и посмотреть в Азию, там тоже какие-то империи есть. Я какой-то фильм смотрел, там чуть ли там не 50 империй, за весь исторический период. Ну это фантазия. Очень много империй было разных и везде. Сами вы говорите про Азарию, это тоже была империя. Да, вот это и получается таким образом, что, быть может, все-таки Фоменко-Носовский, может быть, не ошибаются в кое-чем, а в чем-то они и не правы. То есть получается, что источником, по крайней мере, такого массивного завоевания не могла быть Владимир Сузовская Русь. Но и является ей южная часть России, по будущему называвшаяся там Диким Полем, между речью Волга-Волга-Дона или то, что иногда прописывают как Великая Хазария или что-либо еще. По СНИПам это очень похоже. Если бы, действительно, Владимир Сузовская Русь завоевывала Европу, она бы массово оставляла бы свое второе по значению маркетинга. Ну, потому что секс, это самое главное. Финно-Угорский. Финно-Угорский, да. Финно-Угорский. Ну, потому что, теоретически, народ... Секс самое главное, да. Один народ мог захватить другой, как, например, случилось с Османской империей, почему там во главе империи стояли султаны, которые имеют ИР-1А1, которые существенно отличаются от всего остального населения, от группы всего остального населения. Теоретически, люди могли захватить, да, какая-то определенная группа завоевателей могла захватить страну, как бы установить там свое правление, и, тем не менее, там никакое повлияние народ никак не оказали. Ну, здрасте, как воздерживались... Да, не воздерживались, их просто было мало. Ну, есть некоторые аргументы в пользу Булата. Вот, например, мы обсуждали вопрос об армянах, допустим, да. Мы все понимаем, что армяне от других кавказских народов сильно отличаются по своей культуре, по своему уровню образования, интеллекта, всякое прочее. В общем, это можно отрицать, конечно, то есть любой нормальный азербайджанец будет это отрицать. Но это так, тем не менее. Чем они еще очень интересны? Тем, что они одни из трех народов на Кавказе, которые говорят на индоевропейском языке. Да, это и больше там, ну, таты еще говорят, да, и осетины. Таты они говорят на фарси, потому что они являются родственниками персов современных. А вот эти говорят на индоевропейских языках. И очень интересно посмотреть на генетику их, в отличие с их недругами азербайджанцами. И оказывается, что с генетической точки зрения этого очень близко родственные кавказские народы. Ну, что здесь является существенным опять? Ну, одни говорят на патюрске, то есть азербайджанцы. А вторые говорят на индоевропейском языке, то есть армяне. Возможно, в какое-то додавнее время государство и родители народы разделило, как сейчас граница проходит по Осетии. Нет, нет, подожди, я тебе докончу. И в одном государственный язык был тюркский, а в другом государственный язык другой. Смотрите, и что еще, и интересно, и у армяна на самом деле есть тоже незначительная доля примесей Р1А1 и даже Р1Б1. У грузинов есть Р1Б1, незначительное количество. Это показывает, что действительно, вот Балат в этом смысле прав, который уже говорит о той, что незначительная группа завоевателей смогла навязать целому кавказскому этносу свой язык, то есть индоевропейский. Они должны были говорить на своих там кавказских языках. И более того, ухитрилась изменить судьбу всего целого народа. И он действительно резким образом, в культурном и ментальном смысле, отличается от своих соседей по кавказскому хребту с обоих хвостовом. Он действительно отличается с Арменией, тут ничего не поделаешь. Действительно там настоящие интеллектуалы среди остальных кавказских народов. Похожая ситуация очень с азербайджанцами. Они же тоже должны были, по сути, говорить на каком-то там своем диалекте кавказском. Резко отличаешься индоевропейским. Нет? Ты считаешь, что каждая габлогруппа на своем языке должна быть. Язык никак не относится к габлогруппе. Язык – это образование другого сорта. Она над. Да, но хочется их пытаться сравнить. Я понимаю, но нет такой просто корреляции язык и габлогруппа. Потому что действительно разные габлогруппы входят в разные народы, на разных языках говорят. Язык – это нечто вторичное, что возникает в процессе культурного образования. Вот видите, хорошо, культурное время. Просто когда-то индоевропейский… Очень интересно понять, кто бы являлся носителем индоевропейских языков изначально. Обладатель какой габлогруппы. В общем-то, достаточно просто, что это Р1А1. Но почему? Вот это гипотеза такая может быть. А кто еще это? А можно считать, что он образовывается? Подавляющее большинство Р1А1 говорит на европейских языках. Можно считать, что было какое-то государство. Этот язык этот был. Конечно, в это государство включены люди различных групп. Постепенно этот язык, в силу каких-то своих, может быть, выдающихся качеств, как сейчас английский распространяется во всем мире, в силу выдающейся экономики этого государства, этот язык принимали соседние народы, отказывались от своего. И постепенно это влияние росло-росло, и вот образовался индоевропейский язык. Постепенно потом эти народы сами стали свою экономику вести, и они начали обособляться и уже локализовываться в своих каких-то… Ну, очень важно, что там, где Р1А1 появляется в каких-то количествах, очень часто там появляются индоевропейские языки. Может быть, это действительно изначально был не их язык. Вот, например, Булат нам высказывает аналогичную ситуацию по поводу тюркского языка. Он говорит, что носители гаплогруппы Ку были изначальными носителями тюркского языка. Но мы видим, что, например, Солянка наша близкородственная, то есть Солянка из всех гаплогрупп, то есть современные татары, из Р1А1, Р1Б1, из Финногогорских гаплогрупп и так далее, она говорит по-тюркски. Мы видим, что типичные кавказцы, то есть азербайджанцы, говорят по-тюркски. Мы видим, что на том же Кавказе еще два носителя гаплогрупп, то есть кабардинцы и балкарцы, Р1А1, тоже говорят по-тюркски. Но, тем не менее, мы узнавания гаплогрупп Ку мы нигде не видим. Вот, такова ситуация. Что мне еще там, Алис, понравилось? Позже по поводу завоевания, чтобы как-то закончить эту тему. На самом деле, если мы заметим, допустим, Индию, то верховные брахманы, они опять же носили гаплогруппу, отличающуюся существенно от тех народов, которые внизу находились. То есть опять же завоеватели пришли, они имели гаплогруппу Р1А1, они завоевали... И еды в европейский язык. Да, хорошо, они завоевали эти народы, подчинили их себе. Причем они не просто подчинили, они создали вот эту вот кастовую структуру, чтобы Р1А1 не смешивались ни с кем. Это раз пример. Другой пример – Россия. У нас Роману я уже говорил, что Р1Б1, а ведущая группа славянских народов – это Р1А1. То есть опять же, может быть еще другие примеры есть, но просто возможно есть единая логика завоевания, что завоевание происходит в следующем образом, что приходит некая группа завоевателей, малое количество, они завоевывают окрестности какие-то, подожди, уничтожают, уничтожают, малое количество посреди с народом, которые завоевают, уничтожают верхушку, вот ту власть, которая там существует, полностью уискореняет ее, стами становятся во власти, они и носители гаплогруппы, вот этой приходящей, да, в частности, в России Р1Б1, да, это как Роман Ман. И все, весь остальной народ, они не ассимилируются с остальным народом, то что их просто мало, даже если бы они захотели, они бы ничего не смогли сделать. Ну, генетика, биология – это другой порядок, да, это распространение все должен быть, да, чем распространение каких-то других болезней и прочего, да. То есть нельзя так просто взять и распространить и полагруппу, как что бы ты ни делал там. Это есть какие-то пределы человеческих возможностей. Ну, малая численность популяции не может распространиться в большой популяции. Поэтому она вот сверху, эти завоеватели остаются, они как-то сохраняют какую-то чистоту свою, да, а покоренные народы, вот, они точно так же остаются в своей чистоте. Кстати, я хочу сказать, что вот этот аргумент, вот то, что говорил Влад, он абсолютно неприменим, как бы, для оправдания официальной версии татаро-монгольского нашествия. Почему? Потому что, во-первых, там считается, что на завоевание пришла огромная армия. Пришла и ушла. Нет, не просто пришла. И Россия была в основном. Я тебя слушал, теперь ты меня послушал. Ну вот. Пришла огромная армия, которая не могла не оставить генетического следа просто в народе. Париж 16 веке, сколько человек? Что? Париж 16 век, сколько человек? Самый большой город. По официальной версии, по ты сюда привел не менее полумиллиона. Ну, это хорошо. Париж 16 веке 20 тысяч. Самый огромный, это мегаполис просто... Ты имеешь около полумиллиона обозов считается. Такой армии, если бы гумероз считал, для того, чтобы привести такую армию требуется обозов, обозов, а что делал? Насиловал? Во-первых. Что касается... Ну, это бесполезно. Человек этого культуры не обучить. Ну вот. Во-первых, даже, что касается насилования и ненасилования, вот известно, например, широко, что продвижение наполеоновской армии справовалось вспышками генетических заболеваний. Поэтому эти, как тут ни крути, все равно эти вещи, они неизбежны. Самое интересное, что куртизанки шли вместе с наполеоновской армией, они как раз и обслуживали армии. Они шли целой толпой. Потом, когда в средние века было принято, когда город взяли, там дают на разграбление, там их грабят и насилуют, все что угодно делают. Да, и так группа распространялась. Во-вторых, еще считается, что по официальной версии очень много народу из Орды приезжало и выступало в службу к русским князьям, некоторые из них принимали христианство, большинство, наверное, женились на русских женщинах, поэтому хотя бы таким путем они неизбежно должны влияться на них. Правильно, каждый один приехал, взял в нужную. И сколько вам распространять? Влад, приехали тысячи. Чисто логически. Логика... Ну дайте договорить, ну конечно. Я сказал. Логика, она есть. Пришло малое количество, встало во главе, при этом не меняется группа у населения, которое жило, поэтому вообще нельзя сказать, что-то двигалось или не двигалось, а остается некая отдельная группа у правящего. Да. Вторая логика. Наоборот. Пришло много, завоевали, но не убили властителей, они остались, сохранилась у них старая группа, а все поменялись, поскольку было много изнасилований, много связей, насильных, ненасильных, каких угодно. Два разных варианта. И эти оба варианта очень как бы проверяются. Если было нашествие и изменилось, значит было много. Если было нашествие и изменилось только центральное правящее, значит пришло мало. То есть здесь как бы оба варианта возможны, но нужно просто смотреть. Да, с точки зрения, очень интересно посмотреть. Как вы эти изменения не знаете? Смотрите. Почему метрам все это делали? Теоретически, что вы сказали, да, это возможно. Ну как, по отцу? Только по отцу. Только по отцу. Все время сохраняется. Ну, будет мутация. Все время сохраняется. Да, конечно. А если от отца к сыну? То есть у всех детей? Если у всех мальчиков будет... Если мальчиков нету, то как бы прирывается сразу. Ну, воины-то... Пришли эти воины. Конечно, они суперздоровые, естественно. Ну, а девочки... Последуют, но не передают. Естественно, ничего не отрубили? Нет, девочки вообще не передают. И девочки вообще не передают. Их хомосомы нет просто-напросто. У девочки. Жрецы, короче. Поэтому они никуда не передают. Но у них есть другой индикатор, который передается. Это метакондриальная ДНК, который у нас полностью идет от матери. Ну вот, допустим, семья, там 8 сыновей и все... Да, если они... Дети своего отца, да. Но это можно проверить. Если у них появится какая-нибудь другая гаплогруппа, то можно однозначно уже говорить, что они не являются детьми своего отца. Ну, кстати, по поводу завоевания. Первый вариант, видите, завоевание больших территорий не может осуществляться так, что пришла какая-то маленькая группа, да, и всех завоевал. Нет, самое интересное, что логика какая здесь у вас? У вас такая логика, что все население поднимается на барону от захватчиков. Нет. А на самом деле логика какая? Ну вот крестьянин он какой-нибудь там или купец, ему как говорится, какая верховная у вас? Как и нам сейчас все равно, в принципе. Да. Будет ли наверху править один правитель, другой правитель, десятый? Да. Классический пример это династия Голштейна Готовы, которая тихонечко подменила династию Романовых, Голштейна Готовы. Взяли, подменили династию Романовых, и это не произвело никаким родом катаклизмом. Просто этого у нас... Формально же они связаны с Романовыми? Ну формально, как они? Совсем, по-моему... Как? Это же... Как... Петр II, Петр III, он же внук Петра I. Черт, сейчас ее надо не опираться на Гоплогруппы. Ну формально, но... Проверили, что у всех у них Р1, Б1. Нет, это понятно. Дальше они шли исключительно как Голштейн Готовы. Они же не женились со соседнего северного немецкого родного девочек. Игорь когда-то в свое время говорил, что патриотизм это очень близкое отношение. Он возник недавно достаточно, вспомните. Это означает, что народ никогда не будет сопротивляться, если сверху какого-то там царька сбрасывают. Им все равно, кто наверху. Вот если у них есть свое хозяйство, если оно никак не пересекается, если налоги не повышаются, если все остается прежним, кто-то наверху. Один, другой, дети. Понимаете, патриотизм возникло на самом деле. Это позднее явление. И народ только тогда вставал на защиту этих правящих режимов, только потому, что возникала идея патриотизма. А вот, например, извините, а какое численность войска? О каких численных войсках мы говорим? Я считаю, что всегда 20 тысяч должно быть. Это огромное войско для 20 тысяч. Я считаю 20 тысяч для изменений генотипов вполне достаточно. Население, допустим, 50 миллионов, 20 тысяч. Есть же очень переходы. Вот есть тоже, смотрите, вот из последнего то, что можно опять обсуждать, обсуждать ситуацию, когда полностью изменилась судьба народа. Вот один из примеров, это армяне, да? То есть типичные кавказцы должны были бы, по сути, быть таким же низко цивилизованным народом, как и большинство кавказских племен, подавляющее большинство. И тем не менее они принципиально другие, у них принципиально другой язык. Смотрите, еще маленькую ремарку по поводу предыдущего. Я все-таки не согласен с тем, что народу было все равно, кто там наверху. Любой завоеванник всегда обкладывал данью завоеванных. А который сидел не обкладывал? Нет, это сверху. 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 Сверху тому, что было. Да неизвестно. Вот есть кормушка, допустим, вот как у нас в Бандийской. Давайте я вас суждать в Бандийских терминах. Один приходит в Бандит и говорит, давай какого-то сминает, он ничего не повышает, просто кормушка она так и остается. Будешь платить мне? Сколько платил предыдущих? Все. А вот сидит какой-нибудь там бедный бизнесмен, ему как-то все равно, кому платить. Что там сверху сидит, какой платит? Ну зачем переносить сегодняшний? Смотрите, аргумент в пользу Булата это еще современные венгры. У них в чем особенность? В том, что они говорят на вообще уникальном языке. Он близкий родственник ханта Манси. Никого каких-нибудь. Финногорский, но еще родственник хантов Манси. Мортва. Мордовский, финногорский. Мортва, эстонцы и финны. Так вот он, конечно, родственник эстонцев и финнов, но очень далекий. А ближе всего он ханта Манси. То есть он чрезвычайно это. Но при этом, если ищем финно-угорские гнигоплогруппы, они там находятся в микроскопическом количестве. Но тем не менее, получается, что в центре Европы сидит народ, который имеет генотип, типичный для тех местностей, как у любых окрестниц, и говорит на совершенно каком-то диком языке ближайшие родственники, которые живут на севере Азии. Вот и ответ. Есть варианты, когда пришла верхушка, народ остался. А есть варианты, когда осталась верхушка, народ поменялся. Что спорить? Разные варианты. Вот еще третий пример, который можно провести. Эмогетический, первый вариант, там более правоподобный. Третий вариант. Я согласен, что по-разному. Осетины считают себя аланами. Но аланы, хотелось бы понять, и вот я первоначально про них рассказывал, что да, у них, мол, такой большой процент Р1А1. А Булат у меня по правилу говорит, что это была маленькая выборка, в ней было всего лишь один человек с Р1А1. А начали больше выборку делать, что этот человек так один и остался. То есть они типичные кавказцы, но это опять типичные кавказцы, которые говорят на каком-то совершенно странном языке, то есть индоевропейским, не имеющие отношения никакого кавказу. Собственно, вот они на нем говорят. И они возводят свой урод к аланам, который тоже как бы индоевропейцей считается. Но получается, что они возводят с генетической точки зрения совершенно зря, хотя, может, с культурной точки зрения правы. В этом предлагается, уважаемые осетины, а переименуйте-ка вы свой город Аланию обратно во Владикавказ. А, кстати, разве возможно такая ситуация, что народ поменялся, а верхушка осталась? Я думаю, что нет. Пошел? Потому что верхушкой народ не ассоциировались с другими. Ну почему? А если оставили или перерезали властителей, могли бы оставить? Ну а как все перевороты совершаются? Пришли завоеватели, они, допустим, что получается, они выгнали народ, который здесь сидел, а остальные... Нет, они не выгнали народ. Они, значит, передали свое наследство окружающим. Но при них в замке остались бывшие. Потом, когда они ушли, или они вернулись, убежали из-за границы. Вот, скажем, такой вариант. Убежали. Верхушка. Вот. После их вытеснений они вернулись. Народ уже другой, а правители остались те же, не затронутые половыми связями. Конечно, теоретически такое возможно. Нет, скорее всего, убежали. Но это не теоретически, это вполне такая хорошая история. То есть войск, проигав битву, они уезжают далеко, там где-то своих родственников пересидели. Потом назад с ними вернулись, и вылезли с ними. Народ уже другой. Вот. А они опять стали править. Линия продолжилась. Кстати, вот про численное слово, я просто хотел бы сказать. Вот Ревицкая империя считается, огромная империя. Там было всего лишь максимум в пике, да, империи 12 легионов. Сколько, вы думаете, в одном легионе было человек? Тысяч пять? Да. Пять-шесть тысяч было в одном легионе. Это великая армия великой империи, которая завоевала почти весь мир там, ну, там исторически. А есть данные? Всего было 12 легионов. Уважаемый Геродот насчитал в армии Аксерса пять с половиной миллионов человек. Ну, я понимаю, да. Что же ты насчитал? Пять с половиной миллионов человек. Геродот. В армии Аксерса, которая у вас делалась на это... В иудейских войнах. В воинах там, я говорю, третий легион, что ли, Вепель там, воевал там, иудейские воины, знаменитые там. Третий легион, пять-шесть тысяч человек. Ну, было. И посчитаем. Вот исторические забынили. Сколько можете терпеть воин? Ну, неделю. Если ты идешь в завоеванной территории, то ты будешь, и умножай, значит, эти, так скажем, 20 тысяч, если войско идет, умножай, ну, в десятки раз. Да ну, сколько было половых связей этих воинов с местным населением? Умножай в десятки раз. Посмотрите. Вот интересный момент. Недавно видео смотрел про Сталинград, да? Там, и как бы... Ну, получишь 200 тысяч. Это наш знаменитый. 200 тысяч, например, Сталинград. Там рассказывают, любовь у них такая была, и все крутится вокруг любви. Так вот, про Товик... Успокойтесь, Александр. Вы, да, успокойтесь. Выйдите, я понимаю, что для вас эта тема больная. А ну, надо же, как бы, аккуратно. Так вот, он рассказывает, что какая, говорит, любовь? Усталость, говорит, была такая, что вообще ничего не надо. Это... Никто там ничем не занимался, потому что просто сплошняком, сплошной... Разный бой. Это... Нет, это не разный бой. Любая война, это огромное напряжение, это огромный нервный стресс. Все... Я не думаю, что прямо вот... Разрешали они этот стресс вот прямо в процессе этой войны. Не всегда же война идет. Еще раз говорю, что я, конечно, сильно разные войны. Одно дело в охоте сидеть с утра до вечера, и непрерывный бой в течение нескольких лет. Просто непрерывный бой. А другое дело, у тебя поход, стоябище, несколько недель, через несколько месяцев, может быть, и битва. И второй момент. Второй момент. Различие, допустим, религиозное. Третий момент. Различие по понятию чистота. Четвертый момент. Хорошо. Вы, может, я просто говорю, вы же тоже приводите... Нет, 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 да. Четвертый момент, на самом деле, что возможно дисциплина. Согласитесь, что участие женщин, как вы, в походе, она разлагает дисциплину. Есть некого рода дисциплина, которая... Я в этих дискуссиях раньше никогда не участвую. Да я вообще не понимаю, а что вот эти волны означают? Если не сексуальное насилие, вместо населения. Что они вообще назначают? Возможно, женщины переходили из рук в руки, да, но в том смысле, что их просто забирали себе в жены. Уничтожали этих мужчин? Нет. Мужчины уничтожают, женщины остаются. Ну, остаются они благотворенные завоевателями? Правильно, они пришли и уничтожили. Ну так вот, женщины взяли себе в жены. Зачем? Нет, зачем? Не, смотрите, так это все в мирное время происходит? Они взяли их все в жены и те... А, нет, я думаю, вы насажаете именно то, что военные, если даже огромное войско пришло и ушло, оно не может следа никакого оставить. Ну, там, минимальный след может оставить. Если люди приходят, садятся... тогда, конечно, да. Ну, не конечно, а дети... Дело в том, что по тем временам оседлый, то есть, в принципе, сам военный поход занимал десятилетия мог занять. Годы во всяком случае. Ну, годы, годы. То есть, не то, что... Ну, да, годы. Поэтому, естественно, что, если они завоевали, тогда они 3-4 года могли прожить на этой территории. Нет. Это как бы... Если прожить... Понимаете, тут что в смысле? А прожить, не имея сексуальных связей, это невозможно. Это понятно. Об этом нет. Ну, вот и все. Но, везде, где речь идет о какой-то армии, она приходит и уходит. Остается население. Может быть, армия приходит и ассимилируется. Тогда должны быть следы. И следов нет. Вот в чем проблема. А какие же сюда ходят их нашествия? Мы же везде видим, что наверху верхушка умер одна группа, а население другая. Ну, вот вариант я предложил, да, что верхушка сбегает, потом возвращается. Ну, может быть, так. Да, такое бывает, может быть. Дайте автору договору. Ольга Владимировна. Давай, чтобы я буду подходить. Я хочу сказать, что этот вопрос чрезвычайным образом политизирован настоящими. Давно уже известно, что у египетского правительства была программа по изучению генетики мумий. Тем не менее, эта работа выполнена, но она не обнародована. Никому это не известно. Было бы очень интересно посмотреть, что же там у них все-таки лежит. Все, что мы знаем, это про мумию Татахтамона. Но про нее много чего известно. Известно, что эта мумия нюхала кокаин и курила табак. Ир-1А1 у нее выплодился? Р-1Б1. Р-1А1? Р-1Б1. Р-1Б1, да? Р-1Б1. Ну, про нее это известно. Очень трудно сказать, что сам человек, из которого сделали мумию, мог этим заниматься по той простой причине, что на тот момент Америка не была открыта, и кокаин и табак не были известны. Ясно, что мумия, уже когда была мумией, она приходила к острецу, где ее раскапывали, британские археологи, столь знаменитые. Скорее вместе с ними курила и нюхала. И так далее. Тем не менее, следы это есть. Ну, есть... Кого-то, короче, из подвижников, да? Да. Скорее всего, скорее... И исследователей... Большое количество странных смертей вокруг этого сделано. Они таким образом существовали. Нужны были мумии, и их делали из друзей, так сказать. Из друзей, да. Да. И там есть другие недовольные факты, которые утверждают, что как раз вот эта гробница является просто-напросто фальшивкой. А про все остальных ничего не известно. Поэтому мне хотелось бы закончить собственную речь с тем, кто меня, может быть, слушает из власти протяжающих. «Господа, у нас в Эрмитаже есть своя коррекция мумий. Давайте посмотрим, кто это такие». Выполним эту простую работу, потратим там, ну, скажем, миллион рублей, эта сумма очень небольшая. Постараемся понять, кто у нас лежит под видом мумии в Эрмитаже. — Разве это надо проверить? Царские захоронения? — Значит, по поводу этого, это отдельный мой призыв. Я хочу давно заняться гробокопокопательством именно точу зуб на Некрополь в Петропавловской крепости. Значит, хочется проверить несколько фундаментальных факторов. Значит, по-старшему, хочется проверить, на самом деле, что Николай I покончил жизнь самоубийством. Второй факт. На самом деле, Александр I умер и захоронен в Петропавловской крепости, а не ушел в монахи, как это говорят. Третий факт. На самом деле, Павел I является сыном Петра III, настоящей фамилией Салтыков. Вот это хочется проверить. Ну и там еще остальных факторов было бы достаточно интересно все это дело проявить. Посмотреть, кто лежит под именем Петра I. Очень важно узнать, кто лежит под именем Петра III, Петра III, потому что одна из гипотез, которая состоит... А почему у нас история России всегда сводится к истории генназии? Что вы говорите? Ну, что это говорите? Вот. Хочется еще это проверить, потому что одна из гипотез состоит, что Петр III не был убит Орловым, а бежал на самом деле на Волгу, и после этого война, известная под именем Пугачевского бунта, она была на самом деле связана с борьбой за власть между три родными братьями и сестрой Петром III и Екатериной Великой, одновременно являющимися мужем и женой. Вот такая вот вещь. Вот эти либо чрезвычайные, если это хорошо осветить, все это дело хорошо объяснить, все это дело рассказать, показать средства массовой информации, я глубоко убежден, что там есть много чего сенсационного, и туристическая привлекательность города Санкт-Петербурга могла бы возрасти в разы. Спасибо!